Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет – народный букмекер! Андрея Менделя болельщики приняли как родного, в какой-то степени еще и потому, что его мама родилась в Воронеже. Чем не повод прогуляться по нашему городу? Здорово, бандит! Привет! Ты был здесь когда-нибудь раньше? Да. Хорошо. Не раз. Я делаю ставку. Ты был в Воронеже, хотя ты здесь уже целый год, на проспекте Революции. Ты знаешь все подступы к стадиону Чайка. Что еще? Где ты еще был? На набережной. Ты наверняка еще видел Адмиралтейскую площадь. Естественно. Как так произошло, что твоя мама родилась в Воронеже, а ты уже в Краснодарском крае. В Краснодарский крае бабушка, ее мама перевезла. Там тоже и я родился. Ну, то есть я так понимаю, что твоя мама очень плохо помнит Воронеж. До трех лет, до четырех лет была в Воронеже, и в этом возрасте переехала уже в Краснодарский край. Показывала, где они жили, место, дом, где училась, садик. Это на улице Кирова. А расскажи, вообще твоя семья как-то связана со спортом? Папа играл до армии в футбол, ну, как играл. Занимался просто, потом ушел в армию. И на этом его карьер как бы закончил? Да, и на этом карьера его закончилась. Был вратарем. С друзьями туда еще по станице гуляли на улице, и там была, шла запись на футбольную секцию, и они спросили, ты пойдешь или нет. Я согласился, и мы пошли. Ну, то есть это было максимально неосознанное решение. Типа, а что бы нет? Ну, да, наверное. Ну, наверное, да. Ты помнишь, как впервые отправился его соперником в больничку? Впервые? Не, не помню. Это была просто тупая шутка. Я обожаю отпускать тупейшие шутки в адрес стиля игры Андрея, потому что очень сильно контрастирует, каков он на поле, и каков он жизнью, обратите внимание. Твой рекорд по количеству желтых карточек за сезон? В этом сезоне будет. Не надо, не надо. Ну, вот так получается, что будет. Серьезно, правда? В том у меня было меньше, на одну, один с по-моему. А в позапрошлом сезоне за полгода, там, пандемия началась, у меня 12, и все, и там закончится сезон. Так что сейчас будет рекорд. Ну, это, наверное, не та статистика, которую ты хотел бы помнить, наверное. Ну, естественно, да. А по красным помнишь? Одна красная карточка, и то за две желтые. А расскажи про то, как ты, в принципе, как ты на эту позицию попал. Я очень сильно сомневаюсь, что дети, знаешь, растут с мыслью. Я буду уничтожать людей в центре поля. Все же мечтают забивать, знаешь, там, раздавать голевые, десятый номер на спине, любовь болельщиков. В детстве тоже, понятно, что я не сразу опорником стал. Играл нападающим, под нападающим. Даже свободным художником тоже был. Андрей Мендель – свободный художник. Поехал на просмотр. Меня вообще поставили крайним полузащитником на просмотре. Все взяли в команду, и в этой же команде уже начал играть опорниками. А тренеры поставили в опорную зону. Твой первый заработок? Все друзья, которые на улице жили, мы ходили по улице, собирали медную проволоку, алюминиевую проволоку, и сдавали на медвалом, и за это получали. Мяч купили. Мяч? Да, чтобы все вместе играть в нашем дворе. Ты на стройке подрабатывал? Что ты там делал? Кирпичи подал. Вспомни, как ты подписал свой первый профессиональный контракт. В 2013 году поехал на просмотр в Новокубанск, биолог. Мне сказали, у тебя есть 2-3 дня, но в следующий день мне принесли контракт и сказали, подписывай с собой. Я подписал. Слава Даровских недавно подписал контракт. Он проставлялся как-то? Пиццу, может, в раздевалку принес или что-то типа того? Не помню. Может, и было, но не было. Ему все говорили, давай, приноси, но, по-моему, не было. А как ты проставлялся в биологе Новокубанск? Ну, мы собрались с командой, и там говорили, что мы выпивали прямо. Как есть. Привет, ребята, мы с биологой Новокубанск. Если не секрет, сколько ты зарабатывал биологи Новокубанск? Первый контракт. Тебе сколько? 18 лет? 18 лет, да. И тебя золотили, наверное. Ну, по тем временам, можно сказать, да. 11 500. Вообще, это серьезно. И что ты сделал, когда получил свою первую официальную, профессиональную зарплату, как футболист? Купил бутс. Сколько они стоят? 9 900. Ну, то есть, прям... Всю зарплату потратил на бутс. Удивительный человек. То есть, получается, твой первый заработок, ты покупаешь мяч. Первый заработок, как футболистов, ты покупаешь бутс. Да. Видишь эти пушки? Да. Ты можешь по ним догадаться, кто один из самых принципиальных соперников воронежского факела. Тула, что ли? Да. 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 А вдруг мы скоро с ними увидимся? Сейчас можно было нам рассказать, где там или тут. Они же могут и вылететь. Я думаю, мы предпочтем первый вариант. Ну, да. Дай бог что-то. Или, может быть, мы выбьем их в стыках? Ты себе представляешь, что творилось? В машине будет в стыках? А? Они напрямую вылетят? Кто же их знает? Слушай, русский футбол, он такой, он малопрогнозируемый зачастую. Ну, это да. Ну, пусть будет в стыках. Выбьем в стыках, значит. Воронеж, футбольный город. Когда ты об этом впервые услышал? Что футбольный? Что футбольный город, да. Когда ты понял вообще, что это вот так? Когда первую игру сыграл в Воронеже. Подписав контракт, ты давал мне интервью, в котором рассказывал, что это футбольный город. Я еще не сказал, что за факел. А, 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 понял. В девятнадцатом году за Химки когда играл. Слушай, 0-3 тогда, кажется. Да, выиграли. Полярус неплохо тогда приложился, по-моему. Два раза. Неплохо. Слушай, у тебя же тоже неплохо получается. Иногда. Причем, подожди, с левой Велесу было? Ты, наверное, сам удивился. Конечно. И еще круто было спарринг с торпедо в бронницах на сборе. Когда ты с полулета жахнул под перекладину. Тоже было, да. Но иногда выстреливаю. Хочешь шутку? Девушки всегда любили Андрея Менделя, потому что он профессионально выполняет подкат. Ты согласен с тем, что подкат это такое последнее оружие опорного полузащитника или центрального защитника? Потому что если ты правильно занял позицию, тебе не придется идти на эти меры. Это так и есть. Это, кстати, изрек Хаби Алонс. Уважаешь Хаби Алонс? Да. Ну, у тебя плассирующие передачи почти на этом же уровне. Я бы не сказал. Мне до его уровня еще... Позволь мне сделать тебе комплект. Спасибо. Знаете, с кем играл Андрей Мендель в Армавире? Это же в Армавире была легенда воронежского футбола. Ну, для некоторых. По крайней мере, многие его помнят. Федор Яченко, братан. Да, было. Он, наверное, улыбался почти круглосуточно. По крайней мере... Каждый трениров. Мы запомнили о каких-то тренировках. Дико позитивный парень. Он отыграл не так долго у нас. Но он даже... Он под футболку факела надевал майку с надписью «Я люблю Воронеж». Но я когда сейчас смотрю на то, как ты играешь, я не понимаю, почему ты, в принципе, провел во второй лиге... Сколько? Пять или шесть лет, наверное? Шесть. Шесть лет? Ну, как? Ну, я смотрю, как бы... Как так получается, что ты где-то перед Химками был, напомню? Черноморец. А, Черноморец. Ну, как так? Типа Черноморец, а потом бац, ты переходишь в Химки, которые рвались в премьерку в том сезоне. И ты там сразу один из лидеров. Не знаю, как это получилось. Ну, я не знаю. Ты как сам думаешь, что ты резко спрогрессировал? Или просто во второй лиге на самом деле очень много интересных игроков, с которыми просто надо уметь работать? Ну, да, я так думаю, что во второй лиге действительно очень много интересных игроков. Ну, и просто шансы не дают. Ну, может быть, сейчас этот процесс как бы запустится чуть поэнергичнее? Может быть, он будет с отъездом легионеров и так далее? Ну, я думаю, да, сейчас будет как-то все проще. Даже и с ФНЛ в премьер-лигу попасть будет намного проще, чем это было раньше. Ну, вот ты видел, что происходит в Кубке страны. То есть, как тебе кажется, это тоже доказательство вот этого тезиса, что без легионеров топовые клубы не настолько топовые? Конечно, конечно, да. Так и есть. Всем становится играть легче, против топовых клубов. Тем же «Зенитом», вот Ананя показала, что играть можно и нужно. Именно играть, а не парковать автобус, да? Да, это было их, по статистике, по ударам, по ударам в субботу. В итоге выиграли по пенальти. Также Енисею, Рубино. Вообще полностью переиграли их. Так что сейчас премьер-лига не так далека. Слушай, я коллекционирую истории про тренеров второй лиги. Не, ну да, у нас одна была история. Это теория после игры была. И один тренер решил показать нападающему, как нужно забивать голы. И он говорит такой, ну ты что, не можешь забить гол? Ну ты вот стоишь, тебе мяч отскакивает, и он замахивается, бьет, а он был в тапочках. И у него тапочка вылетает и пролетает над лицом у нападающего. Так тебе. Ну и прямо рядом, там, в пяти сантиметрах. Какой образ имеет Воронеж, по-твоему? Вот твои первые ассоциации, помимо, если футбола. Что бы ты сказал? Хороший. Вы знали, что Андрей Мендель способен получить желтую карточку в пустой квартире? Часто встречаешься с узнаванием на улице? В Воронеже? Да. Раз в пять было. Как ни удивительно, но за эту прогулку Андрея почему-то никто не узнал. Мне кажется, нам надо работать над твоей узнаваемостью. Это задача для клубной пресс-службы. Ну и с тебя еще, помимо желтых карточек, хотя бы немножко голевых передач, там, голов. Согласен. Пожелаю тебе этого. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok